Конечно, будем показывать украинскую домашнюю кухню. Я обязательно приготовлю борщ. Я совсем скоро хочу приготовить окрошку. Почему нет? Борщ и окрошка – такие блюда, которые готовятся в каждой семье и в каждом регионе по-разному. Ну, покажу, как это готовится в моей семье. Первое блюдо – это был компот из помидор. Я почему-то… Я была маленькая совсем. И я почему-то была уверена, что мама всегда кладет помидор в компот. Ну, нормально абсолютно. Ну, ну… Помню, никто… Ну, как-то так… Ну, посмеялись, конечно, дома мои. Вот. Объяснили, что не варят обычно из помидорных компотов. Не знаю, по-моему, это было вкусно. Надо повторить обязательно. Перевод продуктов шел полным ходом, когда родители уезжали там или к командировке, или отдыхать. Вот мы оставались со старшим братом. И в доме всегда были яйца, и мы очень любили делать разные омлеты. И приходила бабушка, была в обмороке, там, а маме говорила, Люба, они переводят продукты, а мама говорит, ну, пусть переводят, пусть готовят, пусть учатся. Родители всегда были. Вот за перевод продуктов. Ну, вот оно вот выросло, да, в том, что я готовлю. Раньше предпочтительно было красное вино. Ну, как-то вот я, наверное, просто не знала, не понимала белое вино. А теперь знаю, понимаю, и вот. Белое – это очень хорошо. Красное обычно – это очень насыщенно. А белое – это, конечно, полегче. Не знаю, надо ли это знать. А почему? Ну, вот есть. Ну, он не один, но вот очень яркий. Ну, вот современный и украинский – это вот канал Эдика Канаряна, который еще может вдохновить, конечно. Он такой неординарный товарищ. Очень крутой шеф. Мы были в его ресторане. Ну, в общем, он, конечно, супер. Так что да. Ну, вот это с того, как раз funcionали. Ну, задание – там secularsky в четверх. Ну, ты только будет – это какое-то занимается тема. Ну, я разбираюсь. Все-з filmmaker. Ну. На самом деле момент. Ну, я тебя вижу. Ответ. Продолжение следует...